Я приветствую всех любителей онлайн-гаданий. Меня зовут Илона, и сегодня я решила посмотреть такую тему, как что принесет период коронавируса в вашу жизнь. То есть, что будет в данном периоде происходить? Вы будете в стагнации или все же движение будет продолжаться? Какие осознания придут? Чего стоит бояться? Чего не стоит? И там разные различные страхи в голову себе засовывать. В общем, проглянем полностью, как для каждого проиграется вот такое мировое молчание и социальный какой-то такой вот, скажем так, момент затишья. Очень много различной информации. И, понятное дело, что у людей у некоторых шок. Вот, поэтому давайте на пяти позициях, пять будет сегодня, посмотрим, как для вас этот период пройдет, и с чем вы выйдете из этого всего. Итак, позиция номер один. Так, карта улита. Что у нас здесь? Ух ты! А вот тут у меня карта упала. Влюбленные. Внимание, внимание! Вторая позиция. Что-то у вас тут по любовной сфере сдвинется, видать. Посмотрим, что же вам попадется. Все же. Так, номер два. Номер три. Номер три. Номер три. Как всегда, Некро 13. Безумно непослушные в выкладке. Глянец. Качество изумительное. Но все же, да, вот они такие скользят. Так, ну и последняя пятая позиция. Немножко у нас не помещается в кадр. Ну, в любом случае, я вам все покажу. Каждую позицию открою и детально рассмотрите. Так, подожду несколько секунд. И будем с вами начинать. Так, загадывайте пока, настраивайтесь. Можете пальчиком дотронуться, да, и прочувствовать энергетику каждой позиции. Может, так вам будет проще. Напоминаю, что все онлайн-расклады, да, это зрелище развлекательного характера. И близко к сердцу принимать не стоит. Но по всем комментариям, отзывам, которые я получаю от клиента, вот, всех, кто, да, в ютубе здесь подписан на меня, то все же достаточно много процентов того, что расклады проигрываются с очень точной вероятностью. Вот так вот. Ну что же, будем начинать. Кто не успел, нажимайте на паузу. Позиция номер один. Период коронавируса. Как пройдет для вас и в каких вы будете энергиях. Так, друзья мои, смотрите, здесь у кого-то произойдет важное какое-то переосознание, да, переосмысление. И на самом деле в повешенной мы в отшельнике два аркана старших здесь, да, третий. Немножечко другое значение. А вот эти два такую, да, тишину прям включают огромную. На паузу вас поставили, да, высшие силы. И вы немножечко переживаете в плане финансов сейчас, что доходы, да, были там достаточно шикарные. А сейчас, ну, у кого убыток, да, у кого просто перестали приходить. Вот кто-то, смотрите, кто-то в закрытом формате может абсолютно работать. И да, финансово немножечко меньше будет, но все же у вас есть. То есть смотрите, как я бы сказала, что в вашем случае этот период карантина для вас пройдет как? Вы для себя можете открыть другой путь заработка, себя реализовать. И благодаря своей мудрости по отшельнику, да, не впадать вот в эту, да, стагнацию, не впадать в повешенного, а что-то делать. То есть руки рано опускать. Вот в вашем случае, я бы сказала, да, что в апреле вы начинаете очень круто что-то двигать, что-то коммуницировать как-то. И смотрите, как, если это не касаемо работы, то это будет касаться в любом случае каких-то, да, ваших внутренних моментов. И вы для себя в этот период очень много информации ценной найдете, сохраните и будете в дальнейшем в ней как-то варьировать и использовать на благо, да, вашей жизни. По каким-то фронтам вам это дали, чтобы вы смогли выйти на другой немножко уровень и увидеть себя же с другой стороны. Вы слишком много, да, активничали, вы слишком много были вездесущими, я бы так сказала. И сейчас вас притормозили, да, вот в данном периоде, чтобы вы могли проявить себя. И знаете, как здесь о том, чтобы вы не боялись быть сами с собой, чтобы вы научились наслаждаться, да, тем, что у вас есть сейчас. И повторюсь, да, это очень важное событие, вы себя будете строить заново, да, это как закрыть, да, предыдущий аккаунт и заново открыть новый, и вот себя, вот эту страницу, да, наполнять, наполнять, и у вас будет новое наполнение. Вот мне идет такая большая энергетика, что здесь вы в каких-то, да, зависит, ну вот, зависшая ситуация, но благодаря этой ситуации вы выйдете на другой уровень, да, то есть вот какое-то падение для вас, это не упало и не встало, да, это вот упали, споткнулись, да, голову высоко подняли и с новыми, да, силами, эмоциями пошли и взлетели. Вот раньше выходили, а тут вам дают возможность взлететь, если вы не испугаетесь и выйдете из своей зоны комфорта. Вот вы думаете, что я там ничего не умею, но наоборот, да, по отшельнику вам надо переосмыслить все, что было до этого в вашей жизни. И девятка Пентакли, и двадцатый, да, старший Аркан безумно круто для вас проиграются, прям, вы можете действительно здесь себя реализовать в этот период, поэтому я поздравляю здесь не унывание, да, должно быть у вас не депрессионные такие, как сейчас энергии, а именно что я могу сделать, в чем я хорош, да, или хороша, что я могу дать миру. Дайте миру вашу мудрость, дайте те таланты, которые вас заложила вселенная, да, род, родители и так далее. То, во что вы, знаете, как реализуете то, во что вы когда-то вкладывались, или ту идею, которую вы оставили, но которая вам казалась очень прибыльной. Вот сейчас самое время, поэтому не грустите и не переживайте, тут люди очень переживают за финансы. Отпустите эту мысль и визуализируйте уже, да, свое счастливое, да, какое-то, ну, не будущее даже, а настоящее, что вы уже сейчас, да, очень счастливы. Вот так вот, такое послание для людей по первой позиции. Поехали дальше, позиция номер два. Позиция номер два. Как для вас пройдет период карантина, коронавируса? Смотрите как, здесь, да, кто-то будет работать над отношениями. И однозначно вы будете находиться в кругу семьи очень-очень долгое время. Весь этот период, да, пройдет для вас, вы будете выстраивать, вы будете работать над тем, чтобы ваши отношения были взаимограмотными, да, вот такими приятными. Ты мне, я тебе. То есть на таких позициях благостных, высокочастотных, да, без каких-то вот неприятных моментов. То есть раньше не было времени, да, а сейчас вы именно будете находиться в семейном круге, да, и будете работать, вот как будто бы, да, отдельно с каждым членом семьи выстраивать вот этот мир, да, 21 аркан. Вы будете подписывать мировой контракт, понимаете, как, и у вас будет сложно по девяточке, да, будет сложновато. Никто не обещал, да, что будет легко, но все же у вас это получится, да. Кто-то, смотрите как, у кого-то я несколько, да, расскажу моментов, потому что это общий расклад и немножко разные трактовки. Кто-то будет контактировать, да, с человеком из другого города, из другой страны и немножечко, да, по девяточке жезлов вам вот эти вот, да, перекрытия, границы и так далее попортили малину, потому что чувства, потому что любовь, потому что хотите быть вместе и вы сейчас, да, не рядом. Вот тут вот вам говорится, что проработайте пока этот период, проработайте вот свой план, да, дальнейших вот этих отношений. То есть показывайте, не унывайте, да, не грустите, а вкладывайте вот в каждое сообщение, в каждый какой-то звонок там по скайпу или других там, да, соцсетей. Показывайте вот внутреннее такое, да, вот радость, добродушие, не акцентируйте на том, что тяжело, а попробуйте поменять ракурс своего видения именно на то, что круто сейчас, что есть там, да, время на это, на то, на сё. И вот транслируйте себя друг к другу, да, на позициях того, что я умею ждать и терпение, да, вознаграждается вот тут об этом, что потом вы, да, получите всё же вот эту в виде любви награду. Вот так вот, поэтому здесь вот такие две трактовки. И ещё вам хочу сказать, что у кого-то здесь будет начинание второй работы, которая связана именно работой, да, и доход у вас будет приходить, да, через вот социальные какие-то сети на карточку, да, через вот транслирование себя в каких-то вот таких там YouTube канал, Instagram, Telegram канал, ну, в общем, все возможные, да, способы, которые под руками. Кто-то выйдет, да, допустим, вы закрыли точку свою, свой магазин, но при этом вы открыли очень удачно, да, в интернете. И настолько товар будет популярным, или вы что-то, да, тут не идёт, что всё равно что-то включаете уже другое, что-то вы придумали здесь, и у вас получится. Кто-то здесь явно, я не знаю, мне хочется сказать, да, что решил показать себя на весь мир. Возможно, пока это всего лишь на уровне страны вашей, но в дальнейшем это будет весь мир. Я вас поздравляю, очень, очень здоровская позиция. Итак, мы переходим к позиции номер 3. Что ожидает вас в период коронавируса? Ух, ой-ой-ой. Так, смотрите как. Вот тут немножечко, да, осторожно в плане здоровья, понимаете как, потому что карта смерти, король мечей, здесь вот кто-то, да, кто-то будет решать вопрос по здоровью однозначно. И имейте в виду, что вам тут у кого-то будет между двух врачей, вы выбираете, да, скорее всего мужчина и мужчина. Вот, ну оно проиграется может по-разному, потому что расклад общий, напоминаю, но будьте очень внимательны, да, потому что всё же, всё же, да, от этого будет зависеть исполнение вашего желания, да. То есть у кого-то операция там предстоит, у кого-то ещё что-то. И тут будьте осторожны в своём выборе. И вот, если это у нас апрель, мы говорим, да, обратите внимание на число по звезде 17, да, обратите внимание на 17 число. Может вам дали какой-то вариант выбора, обратите на него внимание. Вот, либо же тот врач, который будет принимать именно 17 числа, да, тоже тут как вариант. Так, что ещё, смотрите, ещё по третьей позиции у кого-то проиграется завершение отношений. Король мечей, да, это как бывший муж, да, и здесь навсегда, я вас поздравляю, вы навсегда, да, этот конфликт, эту связь вы разрываете, да, потому что оно было как в застое, оно вас не отпускало, оно тяготило, и вы не могли понять, почему не исполняются, да, ваши мечты, ваши какие-то, возможно, любовные, да, там, грёзы и так далее. Поэтому здесь, смотрите как, тут у вас в этот период, да, умирает, умирает что-то вот, то, что должно было уйти. У кого-то это может проиграться, да, как родственник, как родственник, потому что, да, и звезда, и старший аркан смерти, вот, и тут вот, может, вы узнаете новость, да, что кто-то даже не из знакомых там, да, и, то есть вы знали этого человека, и он отошёл вот в другой мир в этот период, вот такое тоже может быть, вот. Вот, поэтому, ну, самый главный месседж, который я хочу здесь сказать, что вы благодаря этому периоду сможете отпустить то, что очень долго, да, держали в своём сердце, в своей голове, и вы с этим, да, справитесь, то есть вы порешаете какой-то момент для себя очень важный. И я, конечно же, желаю, чтобы это прошло, да, легко и безболезненно. Закрою вам карты звезды, чтобы желания, да, исполнялись. Благодарю за внимание. Переходим к позиции номер 4. Что ожидает в период коронавируса вас? Как вы проведёте свой карантин? Так, во-первых, смотрите, почему-то, почему-то что-то у вас какой-то тут вопрос с чем-то таким тайным, что-то вы хотите, да, узнать, или вы хотите проявиться, но не делаете этого, да, то есть я хочу, но не буду, я могу, но не сейчас. И вот у вас тут какой-то, у вас есть цель, у вас есть желание по пентаклям, это рабочее. Но также я хочу сказать, да, что это десяточка, это партнёрство. Кто-то здесь почему-то воюется со своей второй половинкой. Кто-то хочет очень, да, поехать, то ли навстречу увидится, то ли ждёт, да, приезда, и никогда не может это сделать. Но кто-то всё же здесь вырвется, кто-то поедет. Вы добьётесь желаемого, потому что пятёрка жезла, она заканчивается колесницей. То есть движению быть, в вашем случае быть, несмотря на то, что, да, там перекрыты вот эти все выезды, въезды и так далее, вот эти границы. Понимаете, тут у вас, если вы дома воюете, то у вас тут явно говорится о том, что найдите другой выход. Выберите, да, такой путь, в котором вам будет комфортно и приятно. Не стоит вот с близкими людьми как-то на таких энергиях в этот период, да, находиться. И смотрите, как вы сами себе делаете каку. Если вы будете дома вот со своими родными и близкими постоянно в каких-то баттлах, у вас просто взрыв мозга произойдёт. Поэтому, да, вот этого Пажа Жезлов вам надо, да, кто такой Паж Жезлов? Да, это человек, который стремится к движению. То есть, может, вы куда-то хотите, а вам говорят, да нет, сиди, одень маску, не ходи в магазин там или там не ходи на какие-то, да, там встречи с друзьями и так далее. Здесь, понимаете как, прислушивайтесь, прислушивайтесь к мнению более мудрых, опытных своих каких-то, да, домочадцев и так далее. Потому что у вас очень сейчас играет вот это вот какая-то, ну, как сказать, хлеба и зрелищ вы захотели, но не в данный период, не в данный момент, не рискуйте, да, очень сильно и адреналин свой немножечко, да, придержите коней, не летите так быстро, но кто-то здесь всё же, я чувствую, что вырвется куда-то и добьётся желаемого встречи или это по работе, да, какая-то тут у вас вопрос, и вы всё равно поедете его решать, потому что не успокоитесь. Но смотрите, да, чтобы всё было, вот семёрка мечей, не очень люблю, да, эту карту, честно, потому что это карта каких-то подвохов и каких-то обманов, поэтому будьте осторожны, чтобы у вас, чтобы у вас не было никаких вот таких моментов. Так, секундочку, да, можно, сын, детей на карантине не отменяли, поэтому он со мной рядом. Так, про семёрку мечей сказала, да, что вот тут какие-то тайны, какие-то обманы могут быть, не делайте этого. Если это не с вашей стороны, а вы чувствуете, да, от какого-то вот человека, от мужчины, что здесь, да, может что-то быть, ни на какие манипуляции не ведитесь. Если девушка, женщина смотрит, да, и вас просят приехать, не надо, никуда не двигаться, да, то есть тут вот не стоит, потому что там может быть какой-то, да, и пятёрка жезлов была, то есть какое-то разочарование можете от этого получить, и будете не очень этим всем довольны. Вот такая у нас четвёртая позиция, благодарю за внимание. Итак, позиция у нас номер пять. Так, что же вас ожидает в период карантина, в период коронавируса, как он для вас пройдёт? Итак, смотрите, у кого-то здесь любовь, у кого-то тут радость, у кого-то здесь кто-то смотрит меня, да, кто будет мамой мальчика, я вас поздравляю. Ну, у кого-то явно здесь в период коронавируса рождается ребёночек, поэтому я поздравляю, да, будет тяжеловато, десяточка жезлов. Во-первых, вы сами себе даёте сейчас установку, да, что мой ребёнок рождается вот пока в стране, и в мире вот такая вот происходит ситуация. Не надо, не надо, девятка чаш, включаемся в радость, в всеобщее веселье, да. Представьте себя вот этим центром, да, изобилия радости, счастья и любви. Всё круто, всё очень здорово, да, вынашивайте, да, ребёночка с вот этой благостью в сердце, с чистотой, и оставайтесь вот таким чистым, незапятнанным листочком, да, вот эти пятна какой-то, как сказать правильно, неприятной информации, да, не загрязняйте себя, вот тут об этом, что вы очень много в себя впитываете, чего-то, да, такого не очень хорошего, и потом от этого, да, там какие-то начинаются, там голова, сердце, ещё что-то, да. Смотрите, осторожно здесь по пятой позиции, вот у вас предрасположенность не то, что, да, к вот этому вот вирусу, но тут у вас с лёгкими не всё круто. Кто-то курит, кто-то любит, употребляет, да, вот алкоголя немножечко, многовато, да, в скобочках, а у кого-то с лёгкими не здорово. Поэтому вот смотрите, да, для вас, друзья, чётко показана маска, 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 то есть тут вот, наверное, всё же, да, надо защищаться и будьте осторожны, если у вас всё же иммунитет не очень, да, вот это вторая трактовку я даю, те, кто не, тут не беременны и так далее, то у вас тут немножко, да, по здоровью. Вот тут вот действительно кто-то очень много в плане алкоголя, кто-то, да, я же говорю, курение, убирайте это понемножечку, потому что лёгкие не ахти, и оно же будет ухудшаться, понимаете как? Это прогноз вот то, что есть на данный момент. И, друзья, напоминаю, что если вы смотрите позицию, она с вами не резонирует, либо вы неправильно выбрали, да, не сработала интуиция, либо данный расклад, ну, не для вас, потому что это делается на большую аудиторию, да, и с кем-то проигрывается, с кем-то нет, поэтому имейте в виду. Вот, у кого-то здесь вы вот в ожидании любви, и у кого-то рядом человек, да, а кто-то ожидает, потому что семёрочка всё же, да, Пентакли — это радость, и кто-то ожидает, вот кто-то ребёнка, а кто-то любимого человека. Ожидайте немножечко, да, с другой позиции ей. То есть в ожидании чуда, как говорится, да, а не в томном таком каком-то пространстве непонятно каких-то, да, мыслей там тяжёлых. Вот, я вам даже закрою расклад «Девяточка и час», чтобы вы оставались на вот этих энергиях радостных, светлых, и думали, да, только о хорошем. Вот такой у нас получился расклад. Я благодарю всех за внимание. Желаю вам, конечно же, крепкого здоровья, это самое главное, чтобы вас берегали и любили ваши родные и близкие. Ну и, конечно же, чтобы этот период вы провели с пользой, не скучали, не грустили, и всегда находились в таком каком-то, да, состоянии блаженства, и находили для себя какие-то новые возможности, даже вот в такой период. Всех обнимаю, целую, до новых видео, пока-пока.